Я знаю, что такая была группа местных жителей, которые вы привезли сюда, в Россию. Вот такой перекрестный вопрос. Сначала я вам задала вопрос, что вас потрясло в Папу Новой Гвинеи. Наоборот, что жители Папу Новой Гвинеи потрясло в России? Вы знаете, они... Я помню одну из фраз, насколько они уважают Россию. Когда они приехали на Красную площадь, он трогал брусчатку и говорил, вот здесь решаются все главные вопросы в мире. Это было потрясающе, как люди относятся к этому. Мы иногда не знаем этого отношения, поэтому вот это вот общение, оно разрушает определенные мифы наши. Как о русских, так и у нас о Папу Новой Гвинеицах. Мы даже не знали, как их раньше называть. Вы знаете, в словарях написано «Новой Гвинеицы». Надо их называть, но все-таки их будет правильно Папу Новой Гвинеицы называть. Их поразило, конечно же, отношение доброжелательное русских. Это очень многое. Многое говорило. Мы посетили Санкт-Петербург и Москву. Очень было интересно смотреть на те впечатления, когда они зашли в Исаакиевские соборы. Они сказали бы, не представляли вообще, что может быть такой церкви. Мы, когда находимся в церкви, это что-то очень простое, практически под открытым небом. Как вы это все содержите? Как вы можете создавать вот такое искусство? Они были этому поражены. Поэтому мы посетили очень много культурных мест. И вы знаете, один из моментов потрясающий. Они стреляли из пушки в Санкт-Петербурге. Только высокопоставленным людям можно стрелять. И вот мы когда попросили, мы могли бы в Петропавловской крепость зайти. Микух Макай, кстати, несколько дней провел в качестве профилактики во время своего студенчества. И нам подвинули очередь вот те люди, которые должны были стрелять, когда они узнали, что приехали попуасы с Микухом Аклаем стрелять из пушки. Они говорят, вы знаете, давайте мы уступим. Мы хотели бы, чтобы они получили впечатление о России такое, которое они принесли с собой. То есть это была первая делегация, но эта делегация была очень продвинутых ребят. Они преподаватели в университетах. И это было целью, потому что мы теперь сейчас с ними общаемся и проводим различные мероприятия, в том числе и поддержку русского кабинета благодаря вот нашему открытому отношению. Они посетили здесь все, включая Малый театр, Юрий Соломин здесь встречал, они зашли в МИД, их встречали. Петровский открыл нам дверь, и мы были в Эрмитаже. В музее в Русском они побывали, в Янтарной комнате. То есть я вам должен сказать, что такую программу, которую мы сделали за 10 дней, количество мест, которые мы посещали, я последний раз за 5 лет посетил. Это те ребята, которые живут у себя на родине в хижинах? Нет, это те ребята, у которых семья живет в хижинах, а они уже живут в городе и преподают. Это преподаватели.